всем привет это битлок инсайдер меня зовут сергей сытр и как вы уже поняли не получается у нас регулярно выпускать видосы поэтому я вынуждена спросить дебил на всем привет это битлок инсайдер меня зовут сергей сытр и как вы уже поняли у нас не получается выпускать регулярно видосы поэтому я вам рекомендую подписаться на канал поставить колокольчик чтобы получать уведомления когда выходят новые выпуски нашего сериала видосы регулярно не получается выпускать по ряду причин как минимум вот такая большая пауза между предыдущим и текущим видео произошла потому что мы проводили турнир по popg mobile проводили прямую трансляцию использовали мою камеру и случайно форматировали флешку две недели материала на ней просто за пару секунд улетучилась потом еще две недели мы пытались материал восстановить отправляли там в сервис флешку и и там распаивали пытались через программатор достать инфу но увы нет камера sony очень хорошо форматирует флешки потому если что имейте ввиду соответственно я вам не могу показать все что мы делали с машиной на протяжении тех двух недель и еще куча другого интересного материала к за это время по машине мы доделали весь салон и она уже полноценная дрифтячка давайте я вам покажу как это все выглядит так машине немножко грязно я делал чистую съемку но увы сейчас не успел ее подготовить купил новую флешку и вот максимально быстро вам попытаюсь показать значит что мы имеем у нас есть ковш вы видели как мы его устанавливали в предыдущем выпуске у нас появился ручник вот он такой чик чик практически полностью весь кастом за исключением цилиндрика у нас появились элементы салона консоль со всеми рабочими кнопками аварийка видите работает стеклоподъемники все работает прикуриватель на случай зарядки и так дальше короче я захотел оставить салон практически так как он есть у нас нету пассажирского сиденья но зато у нас есть удобная загрузка выгрузка запасных шин по ковшу мы показали вам процесс установки но принципе вам не рассказал ковш установлен по требованиям фиа блин не обращайте внимание что грязно пожалуйста у нас есть две перекладины которые на болтах крепятся к кузову вот и вот и к ним непосредственно прикручиваться ковш также у нас есть крепление ремней безопасности поясные ремни пришлось сварить закладные а верхние ремни были вкручены в родные закладные на штатных ремней заднего сидения для ручника была вварена вот такая вот площадочка даже цвет нулова покрашена к ней прикручен непосредственно ручники ручник подключен отдельным контуром то есть педаль тормоза Работает только на передние колеса, а ручник работает только на задние колеса. Ну и я потихоньку привыкаю к этой схеме. Давайте с другой стороны еще посмотрим. Здесь тоже я уже успел подзасрать ковер в процессе загрузки и выгрузки запасных шин. Бачок тормозной жидкости для ручника, потому что он у нас на отдельном контуре. И заведен он там штатной историей. Весь процесс был снят, как мы подгоняли ручник, пристреливали, приваривали, но, увы, материал забрал PUBG Mobile. Кстати, запись трансляции нашего турнира по PUBG Mobile вы можете посмотреть на нашем канале. Вот здесь ссылочку я оставлю. Не забудьте поставить лайк. Кстати, турнир, между прочим, проходил среди дрифтеров. То есть это дрифтеры экологоночные, наши друзья со всего СНГ. В период карантина, просто пока нельзя гонять и машины готовы, в принципе, нечего крутить в гараже. Они развлекаются в мобильные пострелушки. Можете посмотреть, как это у нас у всех получается. Там очень интересные составы команд, между прочим. Так, друзья, что ж, сегодня мы займемся удалением наклеек. На машине были наклейки в виде там флагов, каких-то пантер, номер. Сзади тоже флаги. Эти наклейки достаточно долгое время прожили на машине. Сделаны они были из дешевой рекламной пленки. И, соответственно, клей от них остался очень злой. Просто так они не оттираются. Здесь были надписи, я их оттер там буквально очистителем стекла. А эти наклейки не хотят удаляться. Для удаления следов от наклеек нам понадобится бензин-калоша, кусок старой футболки ФАУ и пара перчаток, чтобы не обжечь кожу химией. Давайте приступим. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот получился результат. Гладенький, без флагов. Нету пятерки. Здесь, ну, остались, я не знаю, видно на камере или нет, остались выгоревшие места. Точнее, наоборот, не выгоревшие места от флага по сравнению с остальным выгоревшим кузовом. С этой стороны тоже самое. Нету, видите, никаких следов от наклеек, которые были ранее. Осталось добавить немножко брендинга. И уже будем, похоже, плюс-минус на гонку. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, теперь машина все больше и больше становится похожей на гонку. Кстати, кто не подписан на мой инстаграм, подписываемся срочно. Там иногда интересные вещи я опубликую. Так, ну что ж, сегодня 6 июня. И по плану сегодня должен был бы быть первый тренировочный день первого этапа BitLook Pro Am Drift. Но, в связи с карантинной ситуацией, этот этап у нас переедет на август. Состоится он на автодроме Чайка. А через месяц, 4-5 июля, здесь, на автодроме Феофания, где я нахожусь сейчас, и за моей спиной проходит тренировка, состоится первый этап BitLook Pro Am Drift 2020. Субтитры сделал DimaTorzok Который, который вы будете смотреть, этап, конечно же, состоится без зрителей, к сожалению. Потому что такие у нас дела пока что в Украине. Нельзя проводить мероприятия со зрителями. Но, слава богу, хотя бы спасибо за то, что можно проводить спортивные соревнования до 50 участников. А у нас где-то так и будет. Вот, сейчас мы прикидываем камеры и ракурсы, чтобы вам все было доступно и понятно видно. Не обращайте внимания, если камера будет здесь, но мы пока что пристреливаемся, то мы здесь все порежем по козьим, чтобы было все видно вам. Вот, но это, типа, не единственный, может быть, и вообще не ракурс. Поэтому мы так пока что ходим и пристреливаемся. Но отсюда очень крутой обзор. И изначально вот здесь, в этой местности, вот это вот все планировалось отвезти под зрительскую зону. Всю зелень, которая вот здесь, планировалось немножко порезать, расчистить обзор, скажем так. Блин, это было бы очень круто. Сделать такую пикничную зону для зрителей, где бы мы могли бы просто, я не знаю, в режиме пикника наслаждаться дрифтом. Здесь очень крутая локация, на самом деле, к сожалению, блин, в этом году придется ее провести без возможности допуска зрителей. Поэтому мы готовим для вас крутую прямую трансляцию, чтобы вы, сидя дома или где-то с друзьями, смогли следить за соревнованиями профессионалов-амоторов в дрифте. Ну, а мы побежали дальше с мешанием подбирать удачный ракурс для прямой трансляции. А вы следите за новостями, подпишитесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты и все будет...